Папа Телевич, довольны прошедшим спаррингом? Не совсем, не совсем. Есть много вопросов и по оборонительным действиям, и по токущим действиям. Причину знаем мы прекрасно, в чем причина. Где-то немножко свежести нам не хватало, потому что работали мы все дни эти до игры в двухразовом режиме, и поэтому свежести не хватило. Сейчас подкорректируем, осталась неделя, подкорректируем с завтрашнего дня, восстановительная тренировка, и переходим на одноразовый режим. И надеемся на то, что к первой игре с Тосно ребята подойдут, скажем так, более-менее в оптимальном уровне готовности. То, что касаемо организации игры, есть вопросы к средней линии, тоже объяснимые вещи у нас, много появилось новых игроков, новые требования. Вопрос времени, что касаемо сыгранности, то это просто вопрос времени. Эти моменты нам, в связи с тем, что очень маленький период, и вот новые игроки где-то может даже придется шлифовать, не может быть, а это точно, придется доводить уже по ходу турнира в межигровых циклах, где будет недельное все, и первые туры, конечно, будем за счет пытаться, за счет организации игры именно, и вопрос сыгранности решать по ходу турнира уже. Павел Пантелеич, в двух таймах, насколько мне показалось, разные тактические схемы вы пробовали. В первом тайме более оборонительные, я понимаю, да? Ну да, да, ну в принципе нас, да, абсолютно верно. В первом тайме она подразумевала более закрытый футбол, более оборонительный, но к великому сожалению пропустил мяч со стандарта, нам нужно было отыгрываться. Благо отыгрались в первом тайме тоже со стандарта наигранный вариант. Но тем не менее, тем не менее, по этой ситуации нас счет не устраивал, и поэтому мы уже моделировали ситуацию, когда счет нас не устраивает. Мы перестроились уже на более атакующий вариант ведения игры, и в принципе он принес результат. Но результатом мы абсолютно не обольщаемся, потому что на данном этапе он второстепенно, первостепенно содержание игры. И вот по содержанию игры второй тайм был, ну скажем так, немножко получше смотрелся. Хотя есть у меня ряд замечаний, вот именно по проведению быстрых атак, и предпосылки были, и они проходили, не было последнего нацеленного пасса. Вот именно хладнокровие в принятии решения. А так много было и забеганий, и подключений защитников, все, не было последнего пасса. Здесь над этим компонентом будем работать, и будем работать последнюю неделю над стандартными положениями, которые очень много, скажем, дивидендов нам и очков принесли в прошлом сезоне. Мы очень много забивали за счет стандартных положений. Но сейчас нужно, чтобы ребята, которые вновь пришедшие к нам, понимали, что мы делаем, для чего мы делаем, и как мы будем делать это все уже в чемпионате. Павел Пантелеич, еще одно новое лицо в команде, Олег Самсонов. Что можете сказать о его игре? Ну, Олег Самсонов, он достаточно квалифицированный игрок, достаточно квалифицированный. Поиграл на хорошем уровне и в командах премьер-лиги, и в Самаре играл, и в Нальчике на позиции крайнего полузащитника. Но, опять же, Олег у нас только вчера появился, провел с нами одну тренировку и играл практически, ну, скажем так, с листа, с новыми партнерами. Ну, и мне показалось, что уровень его, опять же, физической готовности, как и у Вити Свежова, пока не хватает этого компонента. Пока мы посмотрим еще и все, и потом с ним определимся. Павел Пантелеич, в преддверии первой игры в чемпионате, каков будет график работы команды в оставшееся время? Ну, я уже упомянул, что мы работали, начиная с 17-го числа, практически без выходных, без выходных и в двухразовом режиме, плюс тренажерный зал. С завтрашнего дня, вот завтра мы проводим тренировку, тренировок, восстановительное мероприятие, и переходим на одноразовый режим, на одноразовый режим, дабы подвести команду, чтобы уже чувствовалось, я уже сказал вначале, что свежести не хватало. Ну, сейчас наша задача, тут фундамент, который за это время мы наработали, теперь, ребят, нужно немножко снизить нагрузки и подвести на свежести к первой игре.